Всем привет! Меня зовут Алена и я думаю вы уже догадались с названием видео, что сегодня мы попробуем повторить мой школьный макияж. Как по мне, это просто отличный повод вспомнить конец 90-х и даже начало 2000-х. Стоит отметить, что интернет в то время только начал активно развиваться. Соответственно, о макияже мы могли узнать тремя способами. Первый, это зарубежные сериалы, в то время это была Баффи, Истребительница вампиров, Зачарованные, Элен и Ребята, Альф. Также могли рассматривать какие-то фоточки или плакаты в захудаленьких журналах по типу Лизы и Геол. Они тогда печатались просто на отвратительной тонкой бумаге. Ну, в общем-то, моему коту тогда нравилось и то в определенный момент. И третьим источником информации была мама. В общем-то, именно она мне показала, как нужно крафиться. И в то время мы особо не задумывались о цвете тональной основы. В общем-то, мы брали то, чем пользовалась мама. А выбор и качество косметики был просто отвратительный. Начнем с тональной основы. Моя мама брюнетка. Цвет кожи у нее на три тона темнее, чем мой. Но раньше почему-то это никого не смущало. В общем, мама мне говорила так. Берешь мой тональный крем, только немножко. На пальчик совсем капельку. И наносишь только на нос. Вот там, где у тебя есть расширенные поры. У меня всегда было такое красное лицо, как сейчас. И такие же волосы, потому что сейчас у меня натуральный цвет. И вот так как-то это выглядело. О бровях мы вообще ничего не знали. И ближе к 11 классу все начали их активно выщипывать. И, конечно же, я не хотела отставать от своих одноклассниц. И тоже взялась за пинцет. Но проблема в том, что я выщипала брови не снизу, а вот тут вот сверху. И на следующий день моя подружка, кстати, очень тактичный человек, отвела меня в сторонку и так сказала. Алена, брови выщипываются не с той стороны. И мне тогда было очень стыдно. И я вообще перестала заниматься бровями. Вот как росли, так и росли. Может даже это к лучшему. Сколько я помню свою маму, она всегда активно красила щеки. И, конечно же, заставляла меня это делать. И ей казалось, что так я выгляжу свежее. Но вот реально, все почему-то в переходном возрасте какого-то зеленого оттенка. Мама у меня теплого цвета типа. Я, как вы знаете, холодного. Кто вообще об этом раньше заморачивался? Мы брали то, что есть. А именно кирпичная румяна. Попробую сейчас восстановить похожий цвет, смешав несколько оттенков. Вот так вот мы их рисовали. Обязательно кружочком. Конечно, в то время был принцип, чем больше румяна, тем лучше. Кстати, для этого видео я нашла кофточку, которую я носила еще в старших классах. Конечно же, она в обтяжку. Коротенькая, чтобы пупок было видно. И с надписями на английском языке. Еще тут блестки есть. Просто мега модно. На то время о существовании спонжей и кистей, естественно, никто ничего не знал. И макияж глаз начинал и заканчивался на туши для ресниц. Обязательно нижние ресницы прокрашиваем. Потому что так мама сказала. В общем-то, это фактически весь мой макияж. Единственное, не хватает губ. Но для них мы только использовали гигиеническую помаду. С волосами была тоже отдельная история. У меня до 9 класса каждый день была одна и та же прическа. Ее делала мне мама. В общем, зачесываем все волосы назад и начинаем блести косичку. Причем не на вот этом уровне, а на вот этом. Сейчас я вам все покажу. Получалось что-то типа вот этого. Не знаю, насколько у меня там аккуратно это все получилось. Ну, в общем, принцип вы поняли. Больше похоже на какой-то ослиный хвостик. Причем резинку брали обязательно розовую, а еще лучше с каким-то бантиком. Приблизительно я выглядела как сейчас. Единственными исключениями были праздники. Дискотеки, к Новому году, к 8 марта и так далее. Именно перед таким событием я когда-то первый раз в жизни купила свои тени. Конечно же в переходе и самое дешевое. А еще я вот сейчас подумала, что они были роликовые. Вот по типу роликовых дезодорантов. Этот ролик никогда не крутился, потому что тени сухие. Я помню, как я не пыталась их выдавить. Быстрее выдавливался мой глаз в обратную сторону. Так вот, я нашла максимально похожий цвет на тот, который я купила. Это вот такой вот фиолетово-голубой. Вот вдоль ресниц обязательно. Никакой растушевки вообще. Вот резко все заканчивалось. Мне тогда казалось, что я просто нереальная красотка. И на меня смотрит как минимум половина мальчиков школы. В общем, времена были суровые, но интересные. Возможно, всегда как-то приятно вспоминать детское время, каким бы там оно не было. Я почему-то, когда вспоминаю школу, просто мило улыбаясь. Тогда все казалось намного проще. Не было интернета, Кайли Дженнер, палеток, контурирования, инстаграма и так далее. Надеюсь, это видео было вам интересным. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу. Напишите мне в комментариях, как вы красились в старших классах. Мне очень интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вам всех целую. И пока!